Всем привет! Купил новую пилу китайскую. Посмотрим, что в комплектации. Открываем и смотрим, что внутри. Так, внутри у нас крышка. Вот так дальше выглядит. Тогда вот такой вот бочонок. Шина длинная очень. Посмотреть, длиннее коробки даже. Вот еще одна крышечка. Вот еще одна шина покороче идет в комплекте. Тогда идет крышечка от пилы. Одна цепь. Вторая цепь. Инструкция. Вот такая вот. У нас сама пила. Вот сама пила. Вот еще такой наборчик. Шестигранник. Гаечки. Отвертка плоская. Где отвертка? Напильничек одноразовый. Отвертка и ключик. И сама пила. Такая вот пила. Ну пока, в принципе, за такие деньги она того стоит, наверное. Посмотрим, как она будет работать по качеству. Пила и пила. Сразу могу спорить. Вот этот выключатель сломается. Что-то они такого вида выключатели быстро ломаются обычно в пилах этих китайских. Тут какая-то штучка внутри. И зачем она тут внутри? О! Непонятная штучка в ручке. Вот. Не фокусируется. Зачем она тут? Надо смотреть в инструкции будет. Папа, какая лаукова. Ну? Лаукова. Так, раскрутим. Посмотрим, какой фильтр. Ну, я думаю, такая сетка идет. Ну, да. Я думаю, такая как сеточка. Вот. Пога, пога, навага. Лапали. Вот. Такая вот. Ну, для 90 евро еще ничего такая пила, я скажу. Плюс еще такая комплектация. Посмотрим, как долго будет работать. Посмотрим, наденем шину длинную и попробуем испытать. Короче, сразу вот эту штучку нажал и сразу вывалилась пружинка. Вот она отсюда. Она как бы какой-то как фиксирующий получается. Внутрь засовывать было думано. Но она сразу рассыпалась. Могу. Ну, вот. Первый косяк сразу вот эта вот штучка такая вот. Она что-то кончик обломанной вывалилась вот отсюда. И спружинка тоже оттуда вывалилась. Я так понимаю, что это была кнопка для фиксации газа. Ну, она не нужна. Палкалиту нужно. Вот тут вот ее, если она была задумана, скорее всего. Палкалиту нужно. Ну, сразу рассыпалась. Даже еще не поработавши, уже сразу рассыпалась. Вот такая вот качество у этой пилы. Будем смотреть, как будет пилить. Ну да, вон в инструкции нашел. Развалилась сразу четвертая фиксирующая кнопка. Так что сразу пила идет без нее. Можно считать. Ну, возле сцепления у нас такие зубчики. Такая вот шестерня. Так закрепляется шина на двух болтах. Уловитель цепи. Ну, вроде ничего нигде не раскручивается пока, кроме той кнопки. Та кнопка сразу развалилась. Пока собирал чуть-чуть, могу рассказать. Вот такие вот инструменты в комплекте. Пока затягивал вот эти две гайки. Вот так вот перегнулся. Даже очень сильно не затягивая. Так что вот такое вот качество все. Напильник такой. Я уже такой видал. Где-то у кого-то. Даже на один раз его не хватит. Зубья. Напильник быстрее стачивается, не как зубья. Эти напильники. Даже один раз, наверное, с ними не заточить толком. Ну, быстро стачивается. Я знаю, такой уже был один. В инструкции написано. До 20 часов 20 к одному разбавлять. После 20 часов пользования 25 к одному. Ну, будет хорошо, если она 20 часов отпилит. Посмотрим. А тут видны характеристики ее. 8 килограмм веса у нее. 8000 оборотов. 2,3 киловатта. Вот. И шину поставил. Большую, которая 72 зуба, мне кажется, идет. Вот. Ну, вот. Подсобрал. Тормоз такой стрёмный. Тормоз такой стрёмный. Тоже такой пластмассы. Он кажется, что сейчас отломается. Ну, главное, чтобы она пилила. Посмотрим. Оправдает она свою дешевую стоимость по часам или нет? Отработает она своих 20 часов, как написано в инструкции. Под разбавление. Под разбавление. Тут еще и масло написано какое. Такая вот инструкция в комплекте. Вот такую вот шину я поставил. 72-ю, которая. На вторая комплекте. И вот она. 59. На каждой еще и цепи. Вот. Это вторая в комплекте шина. Ну, вот. Крышка полностью закрывает шину до конца. На это не пожалели. 45 сантиметров. Шина идет вот до сюда. Вот я ее щупаю. Вот она. Значит, 45 сантов. Ну, вот такая пила. Будем испытывать. Покажу, как она будет еще пилить. Ну, вот. Штилек попилю. Три бачка. И ХПГ пила. Попилила. Три бачка. У ХПГ поставил маленькую шину. Вот они почти одинаковые. У ХПГ чуть-чуть побольше шина. Только что новую цепь поставил. Та, которая в комплекте вторая была. У Штилека мне получилось, что порвалась цепь. И я купил только что новую. И сейчас на чурочке сравним, кто лучше пилит. Точнее, кто быстрее. Ну, вы сами увидите. Сейчас сниму. Посмотрите. И так разом хочу сказать. Штилек вообще вопросов нету. Цепь я, потому что сам зажал. И после этого она мне порвалась в дереве. Мой косяк. Штилеку вопросов нету. Меня устраивает, как он работает. А этот, к сожалению, я сожалею, что я его купил. Потому я купил потом штилек все-таки. С этим только три бачка и отпилено получается. Сейчас поставил цепь, чтобы просто сравнить. У этой мощности очень много. Недостаток. Нету бульки для подсоса. Долго надо заводить. Какая-то очень большая амортизация. Стартуя ее. Так как бы назад как бы отдает. Не компрессия. Она такая как мягкая получается чуть ли не. Интересная такая. Наверное, какая-то спружина стоит. Чтобы легче якобы стартировать. Но это совсем не легче становится. Это мне нравится лучше, как штилек. Конечно, ценовая категория. Конечно, этот под 100 евро. А этот почти 500 евро. Ну, есть, конечно, разница. Согласен. Но с этим, я говорю, если бы мог вернуться во времени. У меня это третья такая дешевая пила. И она единственная, которая мне только три бачка отпилила. Все остальные пилы, которые я покупал. Такие дешевые до 100 евро. Они мне по крайней мере три года спокойно отпилили. Всякие разные работы там. И заготовку дров на зиму. Все она мне отпилила. А вот это именно нет. ХПГ разочаровал меня. Так что фреза меня ХПГ разочаровала. И это. Недостаток, я говорю, стартовать тяжело. Нету бульки подсоса. Если как у Хэтча тут есть булька подсоса. Тогда еще недостаток. Сразу, буквально после первого раза, как длинная шина у меня была, растянулась цепь. Я хотел подтянуть. Поэтому резьба сразу оборвалась. Этот тоже такой на стрёме стоит. Так что через глушитель вот этот вот. Такого вида. У Хэтча тоже такой же самый. И он тоже палит дерево. Ну, большая температура выходит. У штилька через глушитель нету такого. Ну, не пригорает дерево. А вот с этими пилами, с таком глушителем, пригорает дерево, если долго в одном месте пилишь. Ну, вот так. Как бы, все-таки, я никому не советую ее брать. Ну, теперь она мне будет пилить такие вещи, где будет жалко штилек пользоваться. Штильком я пока что доволен. У меня на канале будет два шортика. Выложу. Как одна пилит, как вторая. Ну, и третий шортик выложу. Там сравнение поставлю. Попробую скомментировать видео. И посмотрим, кто быстрее, кто лучше пилит. Пилит. Вот насчет силы, мощности. Вот она три бачка пропилила. Ну, вообще, там длинная шина, которая в комплекте. Вы в ролике видели в начале, там я с ним показывал. Вот она с длинной шиной и клен сырой. Вы знаете, клен, если кто-то пилил, он твердое дерево. Вообще, без проблем пилят, конечно. Ну, штилек такого мощности нету, конечно. А штилек, который тут у меня, это у меня MS-231 штилек я купил. Вот так. А ХПГ? Вот такой вот. ХПГ. Не советую брать, к сожалению. Была моя ошибка, что я его купил. Хотя, говорю, до этого я покупал еще китайские пилы. И они мне отслужили по три, по четыре года. А это единственная, которая меня подвела дешевая пила. Потому что я считаю, ну, 100 евро купил, 3-4 года отпилила и отлично. И выбрасываю ее. Нечего там ее ремонтировать, эти дешевые пилы. Ну, в этот раз купил и что-то мне захотелось нормальный штилек купить. Штилек, это штилек все-таки повсюду почти он есть. Тоже, как бы, китаец, Made in China написано на нем. Вон, видите. А, тут Made in Germany. Ну, что-то мне на China было на упаковке где-то. Посмотрю потом. Где-то я видел Made in China. Ну, тут тоже Германы. Не, все-таки ошибся. Все-таки в Германии сделано, наверное. А что мне China показалось? Сейчас посмотрю коробку. Вот, вытянул хэтч и их АПГ. По сравнению они полностью одинаковые практически. Разница, видите, у хэтча есть булька. Хэтч отработал мне 3 года без ремонтов. Ну, нормально напило. Можно брать. Он 100 евро стоил. Вот этот хэтч. И, как бы, ремонтировать я, конечно, его не собираюсь. Сейчас ему просто нету мощности больше. Нету тяги. А вот так, как бы, скажем, 100 евро стоит и их ремонтировать, да? Ну, нафиг. Вот штилек буду ремонтировать, если будет ломаться, конечно. 500 евро уже стоит. Есть разница. 5 таких пил можно купить. Ну, как бы, 5 хэтчев. Если они каждые по 3 года отработал, ну, как бы, равняется. Потому, еще с хэтчем можно сравнить. Еще, как бы, или штиль, или 5 хэтчев взять. Ну, можно подумать еще, конечно. Ну, посмотрим. Первый мой штилек. Еще только вот третий бачок, говорю, цепь порвалась. И как раз этому решил. Решил заснять видео, сравнить по скорости пропила. Насчет хэтча, ну, что я могу сказать. Он стоит своих, наверное, денег. Вот этот именно мой попался нормально. Отпилил 3 сезона, так сказать. Ну, как сезонные. Еще и всякие следовские отпилить. Или что-то еще отпилить. Все время пилил им. А вот этот только 3 бачка выдержал. И уже, как бы, сомневаюсь, что мне много купили что-то. Как бы так. Ну, вот, мощности ему очень много. У хэтча столько не было. Жрет он, конечно, тоже как бешеный. Хватит мощность, наверное. Штилек очень экономный, если сравнить так. Ладно, хорошо. Снимаю, как пилит. И на этом я заканчиваю свой хпг пилу. Обзор насчет хпг. Отзывы о хпг пиле. Или... А, ну вот. На шине написано Германи. Там написано Германи. А тут, вон, видим. Хе-хе. Инчайно. Так что, вот, под вопросом. Или он сборный, или как. Видите? Инчайно. Вот почему я думал, что он китаец. Ну, как бы, какой-то кишмиш получается. Ну, ничего. Штилек есть штилек. Смотрите. Ну, то есть. Пока. Ура. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иногда стоит, наверное, купить качественное и не мучиться... Как-то так все... Всем пока... До следующих роликов...